всем привет я наконец-то мы дождались этого дня сейчас собственно говоря начинается серия про swap двигателя m54 b25 в общем в общем ребята я скажу так сегодня не только поршень покинет чат но и весь двигатель конечно это будет длиться не один день и мы постараемся снять как можно больше интересного контента но и рассказать с чем мы столкнемся с какими трудностями особенностями свапа что вам для этого пригодится ну в общем постараемся как можно больше полезной информации вам предоставить так что смотрите ролик до конца будет интересно мы постараемся все вам показать что только возможно что только у нас получится конечно некоторые моменты мы упустим потому что мы тут целым брелом будем трудиться что еще сказать да вы сами все увидите говорить не нужно просто смотрите сначала мы подключить по отключим все фишечки всю электронику поснимаем патрубки в общем освободим двигатель от оков чтобы он мог стартануть из своего домика в общем ребята трудность которой вы можете столкнуться при откручивании коллектора может произойти вот такая вот шляпа она упирается то есть здесь головку поставить просто блин ну крайне тяжело а ключом ключом неудобно можно слизать эту шляпку то есть проблема вот с выпускным коллектором они обязательно будут потому что в силу температуры эти болты начинают закипать закипать да это подходящее слово и трудно открутить на самом деле с этим местом будет геморрой приготовьтесь приготовьтесь понервничать по этому поводу что нам предстоит делать дальше нам нужно будет открутить вот подушечку с лап двигателя вот дальше одну вон вторую потом выжимной цилиндр на сцепление тоже мы все должны подкручивать все отсоединить чтобы она нам ничего не мешало не ногу не дай бог при перемещении двигателя мы ничего не повредили потом потом еще у нас идут подушечки две подушки на саму коробку а за ними уже идет кардан откручиваем кардан и в принципе теории если мы ничего не забудем можно будет двигатель уже попросить наружу а до рулевая точно нам рулевая будет мешать откручивать эту левую до левую подушку то есть рулевую тоже надо будет затронуть ну от этого никуда не деться надо делать будем делать в общем как дела обстоят мы открутили открутили гаечку с правой подушки в принципе удалось легко потому что двигатель как бы уже менялся то есть это уже был свап то есть относительно резьбы свежая но все равно стоит тут в некоторых местах просто это будет им не ладно не буду материться ну короче на играешься знатно как вот с правой подушкой там у нас проблем с левой подушкой тут у нас будут проблемы конечно до нее добраться и и открутить потому что все мешает а не хочется открутить раскручивать вообще весь двигатель так надо надо сюда еще в эту конструкцию добавить такое коленка сейчас и так вот такая конструкция и пробуем пошло главное ключи подобрать можно все открутить но если не откручивается болгар очках помощь короче очередная проблема с которой мы столкнулись вот это вот вот этот пин найдется скобой фиксирующий вот я это это срань стоит у нас вот здесь и и держит вот этот рычаг переключение передать то есть вот так вот он у нас идет так он сюда всовывается и он сплинтуется получается за за корпус коробки и чтобы его снять надо отогнуть вот эту вот пластину но добраться до нее были ну крайне тяжкая вообще блин полчаса про про мурыжились вот этой вот падлой вот такие то дела будьте готовы можете столкнуться вот с такой вот гадости ну что в общем двигатель уже просится наружу держится на честном слове вот он просто на на лапах держится нам осталось только придумать как его немножечко приподнять и выкатить машину назад и все и можно считать что двигатель покинул чат